Медиагруппа «Авангард» представляет активно, задавайте вопросы, пишите свои комментарии в чате. За вашу активность вы будете получать так называемые сок-баллы, которые в конце дня сегодняшнего самые активные участники смогут получить за эти баллы ценные призы. Кроме того, если вы хотите набрать максимальное количество, то опять же сегодня есть такая некая секретная игра. Следите внимательно за эфиром. Периодически в неком случайном порядке на экране будут появляться слова, из которых в конце дня необходимо будет сложить фразу. Если вам это удастся сделать, то вы получите дополнительные баллы. Кроме того, в рамках каждого из треков проходят так называемые квизы, отвечайте на вопросы, и у вас будет возможность побороться за звание самого внимательного слушателя сегодняшнего форума. И перебрасывая еще мостик с предыдущей секции, Павел Луцик попросил меня озвучить правильный ответ на вопрос, который он задавал, посвященный тому, кто же первым построил Security Operation Center в России. Правильный ответ звучит следующим образом. Это было ФСБ, которое создало СОПКу порядка 10 лет назад, которое стало, собственно, прообразом многих современных Security Operation центров. Это была информационная вставка. Сейчас мы переходим непосредственно к докладам. Первый докладчик Владимир Дрюков, директор Центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании Ростелеком Solar. Владимир, прошу. Да, коллеги, всем привет. Конечно, разговаривать достаточно наполнено, тем не менее, студии так привычным и не стало за этот год. Но, с другой стороны, наверное, в этом месяце СОПК форум приобретает новые границы. Если до этого для многих заказчиков из регионов было сложно доехать на мероприятие, а не отпрашивались, не показывали письма от ВСТЭКов ФСБ, то сейчас можно подключиться в онлайн и получить какой-то полезный для себя контент. Я в очередной раз достаточно долго думал, о чем бы я хотел порассказывать вам. И, знаете, наверное, 2020 год стал таким всерьез переломным. И я, скорее, не только про пандемию. Мне кажется, что все мы, оказавшись на удаленке, все мы, оказавшись в такой ситуации, ощущение зомби-апокалипсиса. Я живу в Строгино, поэтому думал, что если мост перекрыть, то, в общем-то, зомби ко мне не проберутся. Все принимали какие-то важные решения, важные события в своей жизни и как-то оценивали, что происходило в ней до этого. Поделюсь личным опытом. Я набил татуировки, ровно пытаясь подвести некоторую черту в своей такой достаточно длинной уже 35-летней жизни и понять, куда я буду двигаться дальше. Хочется сделать ровно то же самое и, наверное, подвести некоторую черту и границу с точки зрения нашей деятельности и нас как коммерческого СОКа, и деятельности СОК-форума. Поэтому давайте вернемся в год 2015. В 2015 году мы выделились в отдельную компанию Solar Security. Мы долго обсуждали, как бы правильно историю СОКов раскрутить. Все помнят, что тогда это были еще CM, люди-процессы, или просто CM. Родилась некоторая моделька, которая показана сейчас на экране. Такая пирамидка. И, в общем-то, наверное, мне кажется, что комьюнити ее приняло. Потому что все говорят примерно в схожих терминах, говорят про контроль защищенности, говорят про сред-интеллижен, санализ внешней обстановки, говорят про реагирование как неотъемлемую функцию СОКа. Тематика расследования поднимается все чаще. Поэтому кажется, что в этой модельке мы все более-менее сошлись. Но прошло пять лет, и давайте поймем, что поменялось за это время в нашей жизни. И сфокусироваться хочется, наверное, на братьях наших темных, на злоумышленниках, которые за это время тоже не стояли на месте. Вот эти пять лет двигались, 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 летели как птицы, бежали как паровоз, к чему мы потихоньку пришли. Начал смотреть этот сериал «Дивный новый мир». Очень люблю книжку Хаксли, хотя мне кажется, что она более, простите, эротическая, чем философская. Но, тем не менее, книга такая подсвечивает историю антиутопии. И вот это, собственно, кадры из сериала. Сериал мне совсем не зашел, поэтому не считайте это рекламой. Но, тем не менее, история их легион, она действительно за эти годы развилась. И речь даже не о количестве группировок профессиональных, которых стало существенно больше, которые стали вырастать, стали развиваться, а про, скажем так, темное комьюнити. Сейчас атаковать компанию средней руки прям не представляет никаких проблем. И в этом месте, наверное, ключевым фактором является динамика возникающих уязвимостей. В 2017 году мы все пережили Волт-7, Волт-8, спецкиберархив, архив кибероружия, который был опубликован, и оттуда вышли хвостами Eternal Blue, оттуда вышли хвостами и другие уязвимости. В этом году мы видели историю с экченджем. Сейчас мир еще не пришел в себя от темы с Zero-Logon'ом. Динамика совершенно фантастическая. Уязвимость публикуется через три дня. Это входит в базовую сборку мимикации, поэтому это прям такая очень крутая тема. Но, тем не менее, злоумышленников стало сильно больше. Атак стало сильно больше, мы говорим совершенно о другой динамике. Но давайте посмотрим на это вглубь. Их стало не только сильно больше, они стали совсем другими. Все больше легитимных утилит используется для атак. Если в 2014-2015 году это было чуть ли не ноу-хау, тогда, я помню, был отчет в лаборатории Касперского про группировку Silence, и это казалось прямо какой невероятной историей, то сейчас это прям регулярная тема. Колоссально расползся фишинг. Он тоже был до этого, но сейчас, по нашей оценке, практически 80% атак осуществляется с его помощью. Вредоносное ПО стало сильно эволюционировать, наверное, по обоим параметрам. Первое — это его сложность, попытки обойти в этом месте песочницу, распадание на микропроцессы, использование легитимных утилит внутри него, стегонография, самые разные логарифмы в этом месте присутствуют. Ну и использование в качестве управления скрытых сервисов, публикование CNC-серверов на WordPress, использование ExitNotToro, ну и так далее. К чему это нас приводит? Что, по нашей оценке, наверное, киберпреступное сообщество расслоилось. Не сказать, что никогда не было кибернаемников или не было пара правительственных группировок, но сейчас мы, наверное, видим их гораздо более активно, и они встречаются на жизни гораздо более часто, и можно прям провести такой водораздел. От типовой банковской атаки, которая происходит регулярно. И Артем Михайлович Сев говорил об этом в пленарной дискуссии, что банки научились с ними справляться, и большую работу в этом месте сделал финсерт, про который ходят разные слухи, но, наверное, мы здесь не для того, чтобы их обсуждать. Но, тем не менее, выделение действительно более профессиональных группировок с более сложным инструментарием, оно очень видно, и действительно оно становится массовым. То есть, если раньше такие атаки встречались, наверное, на ключевые министерства, на самые важные объекты, то сейчас все КИИ, энергетика, ТЭК, промышленность находится под очень сложными, очень технологичными атаками. К чему это ведет нас? Давайте поговорим, наверное, про злоумышленников, и что действительно в их жизни меняется, и как мы можем на это отвечать. Ну так, по оценке. Мы довольно долго стояли на вершине. Мы считали, что мы построили себе процесс вокруг СИЭМа, и чувствовали себя комфортно, как сок. Пора двигаться дальше. С этой горы пора выходить, а лучше идти в сторону севера. Что изменилось, собственно, в деятельности злоумышленников? Ну, тезис расхожий. Мне кажется, что, тем не менее, битву проязвимости мы проиграли. Ощущение, что мы можем поставить пачи на инфраструктуру и больше не бояться, что и кто-то ими воспользуется, да, уже не вариант. Хорошо бы периметр запачить, да и хорошо бы от РЦЕ защититься. Глобально мы всегда будем дырявыми. Это реальность, в которой мы живем уже достаточно давно. И действительно, злоумышленники уже с попытки работы с уязвимостями, вот этими самыми критичными, когда поднимаются в уровень верхний, даже начиная от банковского сектора и там дальше в энергетику ТЭК, используют совершенно другие алгоритмы. То есть очень много идет утекших паролей, сливов. Иногда это атака напрямую на пользователя, после чего уже компрометируются его учетные данные. Много историй про слабые парольные политики, незащищенные СЗИ, то есть уже не про уязвимости. Злоумышленники пошли дальше, они используют более сложные техники. Это говорит о том, что эти атаки будут сложнее обнаруживать, и это вызовет, на самом деле, в том числе, The Security Operation Center для соков. Чтобы с этими атаками разбираться, нужна более высокая квалификация, а чтобы на них своевременно реагировать, нужны процессы. Поэтому для того, чтобы мы подготовили свою инфраструктуру к такой устойчивости, приходится нам за последние пять лет перейти от истории анализа просто инфраструктуры и понимания ее, к тому, чтобы глобально и всерьез заниматься политиками СЗИ, антивирус Касперского с настроенной галочкой ремонт админтулы, хакерские утилиты, и без нее прям два разных антивируса, поверьте нашему опыту. Больше работать с персоналом, больше работать с самой службой информационной безопасности. Пришедший интегратор, настроивший СИЭМ, если команда внутренняя не в состоянии этот инцидент проанализировать, или если для команды внутренней сложно после этого понять, куда с ним бежать, нет готовых плейбуков, это прям целая проблема, с ней нужно бороться, это такой серьезный вызов. История вторая, как меняются инструментарии. Я уже говорил, что много атак происходит вообще без использования вирусного ПО, очень много атак идет при помощи истории использования утечек, утечки стали массовыми, ну и, не знаю, спросите сами у себя, действительно ваш корпоративный пароль не пересекается ни с кем вашим личным, или вы просто слегка его посолили, добавили пару цифр, ключевые фразы, и получилось то самое, что удовлетворило вашу корпоративную безопасность. Хотя я общаюсь сейчас с безопасниками, прямо уверен, что ответ процентов 40 будет «да, мы примерно так и делаем». Ну и глобально, конечно, в этом месте существенно меняется подход к детектированию. В прошлом году в ПИЧ-сессии я рассказывал кейс про то, как мы пытались поймать, и не сразу поймали, общество мертвых художников, вирус Каркао, который использовал сайты Малевич Левитан, и жила эта история лет 10. Сейчас индикаторы стали даже неодноразовыми, но практически одноминутными. Когда происходит атака, на следующей кампании злоумышленники используют другие CNC-сервера, другое ВПО, другие утилиты, и вот эта великая история индикаторов компрометации, сбора их агрегации работает, наверное, максимум уровня до третьего, когда мы говорим про киберкриминал. Но когда вы работаете с более сложными злоумышленниками, ничего не стоит им этот инструментарий поменять. И здесь, когда мы говорим, собственно, про анализ инструментария, мы переходим в состояние, что мы должны противодействовать даже не столько кампании атаки, не конкретному вирусному ВПО, а скорее глобальной экспертизе злоумышленника и профилю его работы. Какие техники, тактики он использует, что у нас опубликовано на периметре, что про нас известно в Даркнете, есть ли там заказы. Ну и, собственно, разрабатывать контент. Есть расхожее слово «стратхантинг». Я вернусь к нему еще на антиплинарке. Но, тем не менее, контент, который ловит не конкретную угрозу, а прямо работает против конкретной техники и позволяет выявлять вирусный ВПО, разработанный злоумышленниками, вне зависимости от того, каким способом они его собрали и какие конкретные MD5-суммы в нем присутствуют. К чему это приводит нас как соки? Начнем с темы мониторинга, она действительно важная. Опять же, заранее заполемизируясь с Димой Гадарем, он будет рассказывать, потому что СИЭМ не нужен. Думаю, что мы к этому тезису еще вернемся опять же в антиплинарке. Но вообще СИЭМ, конечно, все-таки еще нужен. Банально сбор, агрегация событий, работа с универсальными векторами нужна. Очень много атак начинается из инцидентов, которые мы бы раньше трактовали как нарушение политики безопасности. Ну и глобально, из нашего опыта, если у вас есть нормально настроенный СИЭМ с хорошими аналитиками, то процентов 70 угроз даже на верхнем уровне вы закроете. А если вам прям повезет, то вы поймаете и профессиональную атаку, потому что они тоже иногда ошибаются, они тоже оставляют следы, зацепившись за эту самую маленькую ниточку, можно ее размотать. Но чем дальше мы работаем с заказчиками в историях СИЭМ, тем больше понимаем его ограниченность. Совсем мало видно с точки зрения сети, с точки зрения ее анализа, совсем мало видно на рабочих станциях. Можно, конечно, включать аудит Windows, но это прям отдельная проблема, если его управлять достаточно тяжело. И, конечно, когда мы идем вглубь, процессы, касающиеся бизнеса, если мы говорим про компании коммерческие, мы говорим про бизнес-системы, если мы говорим про технологии, про технологии СУТП, то там, конечно, вся мощь СИЭМа начинает все ослабевать. Поэтому, конечно, мониторинг инцидентов это не только СИЭМ, но в то же время хочу поспорить с Гартнером, что СИЭМ плюс NTI и EDR, как эта волшебная триада, тоже, в общем, не панацея. Поэтому мы видим себе сборку мониторинга, наверное, примерно следующим образом, действительно накрыть максимальную инфраструктуру. Без этого мы, наверное, ничего не сделаем, и те, кто пытаются мониторить только бизнес-приложения, мне кажется, занимаются достаточно пустым делом. Мониторить сеть, мониторить конечные станции и погружаться глубоко в технологические процессы бизнес-системы при помощи спецпо, при помощи спецконтента, при помощи спецподходов. Дальше, двигаясь по части работы СОКа, мы чего-то отмониторили, что делать с этим дальше. Что поменялось в другой части нашей жизни, в части по реагированию. А здесь, на самом деле, ситуация тоже стала непростая. Инцидентов стало колоссально много. Мы смотрим по нашим заказчикам, наверное, с 2015 года по 2020. Если смотреть на базовые инциденты, которые должны были срабатывать, касающиеся политики Б, количество их выросло на порядок. И это, конечно, проблема. Инцидентов слишком много. Служба безопасности на той стороне игнорировать их со своей стороны не может, потому что каждый инцидент – это потенциально атака злоумышленника. Их надо разбирать. Что мы видим в клиентах массово, что они пытаются ввыкать в эту историю работу своей службы IT. Работа с IT-шниками всегда процесс творческий, поэтому важно в нем учитывать, что они все-таки небезопасники. Им надо очень понятно дорожными картами все это объяснять. Второе. Атаки, которые идут на массовые отрасли, типизированные, возвращаясь к тематике киберкриминала и, допустим, танкам на банке, они действительно выглядят не очень сложными, но должно быть очень быстрое реагирование, пока зараза не прошла глубоко внутрь. Поэтому процессы выявления, локализации и реагирования должны быть построены максимально типизировано и должны отрабатывать, наверное, в течение максимум дня, в потенциале двух. А когда атака уже сложная, и мы ловим ее, как я говорил, за некоторый хвостик, тогда разбираться с ними нужна глубокая спецэкспертиза. Поэтому часть реагирования, в случае модели злоумышленника, мы для себя расслаиваем. Первая, конечно, задача закрыть типовые атаки и весь вал, который льется в службы безопасности, для этого нужна система автоматизации, для этого нужны плейбуки. Второе, нужно быть готовым к этим самым типизированным атакам и в рамках внутренней команды или команды внешней, уметь быстро реагировать на эти самые типовые угрозы. Ну а когда мы приходим действительно к продвинутым группировкам, в этом месте у нас прямо отдельный челлендж, как разобраться, как провести форензику, проанализировать маловарь, восстановить цепочку атаки, да еще так, чтобы не потревожить злоумышленника, чтобы он не понял, что мы его расследуем. В итоге СОК иногда вынужден скрываться от злоумышленника и работать ниже радара, детектируя и разбирая атаку. К чему я все это рассказывал? Что на самом деле для нас сейчас критически важно, что атаки стали сложнее, и для нас очень важно понимать, а с кем мы вообще боремся. Кто наш злоумышленник, кто наш враг? Какая организация будет нас атаковать? Мы защищаемся от энтузиастов, школьников, мы защищаемся от киберкриминала, или потому что мы КИ, или потому что мы чувствуем на себя давление со стороны Запада и Востока, мы защищаемся от настоящих кибернаемников и более даже профессиональных группировок. И это даст для нас ответ, как мы должны от этих атак защищаться, какой нам нужен инструментарий, технологий и подходы. Ну и самое важное, нельзя стоять на месте, мы должны развиваться, двигаться вперед, и дорогу осилит идущий. Вот этот мужчина стоял у камня очень долго, боялся выбрать, что он хочет потерять, жену, свою жизнь или коня. Ну и кажется, что если мы будем стоять ровно так же, то потеряем самое важное, темп, который приведет к потере и жены, и коня, и жизни. Ну что, доклад мой закончен. Спасибо всем, кто его слушал. Мы готовы ответить на вопросы. Владимир, спасибо большое. Всегда интересно послушать человека, который стоит, что называется, на переднем крае обороны и мониторинга инцидентов. У нас есть активности в чате. Я бы начал, наверное, по поводу человеческого фактора относительно, вот тут вопрос, как часто используемый, нет, расхожая фраза, что там, где фигурирует человек, информационной безопасности как бы будет страдать неотвратимо. Насколько вообще силен человеческий фактор, когда вы работаете с заказчиком? То есть, там, когда вы пытаетесь помочь ему среагировать на инцидент, насколько там, не знаю, противодействует служба IT? Ну, в общем, вот, человеческий фактор вообще в работе сока, насколько он силен? Вы знаете, есть разные расхожие фразы. Я к себе в репертуар взял фразу из довольно хорошего, все-таки, фильма Marvel и Doctor Strange. Дормам и пришел договориться. Каждый безопасник немножко Doctor Strange. Он каждый раз приходит к айтишникам, приходит к пользователям, пытается объяснить им, зачем нужно это сделать, зачем нужно привести такое-то изменение, зачем нужно заниматься обучением себя же на повышение стабленности, зачем нужно закручивать политики, делать сегментацию и так далее. И для каждого безопасника этот переговорный процесс, наверное, становится даже не софт-скиллом, практически хард-скиллом. Обратная сторона вопроса, что, конечно, эта работа дает совершенно феноменальные результаты. Часто общаясь с заказчиками, когда я протвожу статистику про то, что каждый шестой пользователь в компании откроет фишинговое письмо, все говорят, ну блин, вообще можно не заниматься, никого не учить, ерунда. Кто-то точно откроет. Но есть обратный тезис, что важно, чтобы кто-то не открыл. И тот, кто не открыл, сообщил службу безопасности, что пришло фишинговое письмо. Ко мне прилетело странное. Ибэшники, посмотрите. Дальше для нас, как для безопасников, разобраться с фишинговой рассылкой, куда пришли эти письма, какие пользователи их открыли, какие не открыли, это даже не вопрос Сиема или Сока. Посмотрели в логах почтового сервера, выявили, заблокировали, машины перезалили под ноль. И атака уже отбита. Поэтому работа с пользователями создает для нас не только сложности и прокачку скиллов коммуникации, но и наш первый рубеж обороны. Чем больше мы общаемся с ними, чем больше взаимодействуем с IT и с рядовыми пользователями, тем безопаснее наша компания. Окей. Еще один вопрос от Олега Спиридонова. Развертывание Honeypots Deception в локальной сети решает проблему выявления проникновения или активности неизвестных уязвимостей. Я зачитал дословно. Вообще, коротко, твое мысль на этот счет. Honeypot – очень классная история, но она для компаний высокого уровня зрелости все-таки. Простите, есть у нас дыра в безопасности, развернутый Honeypot, никогда не приманим к себе злоумышленника. Злоумышленник видит сеть насквозь, и он будет взламывать все подряд. Он возьмет контроллер домена, он возьмет информацию системы инвентаризации, ему не нужно в этом месте аккуратно искать целевую систему, он просто чувствует себя вольготно. Но когда система действительно защищенная, и в Мортифинансе работает крутая профессиональная группировка, это очень сильный способ удлинить цепочку атаки. Дать нам еще день, два, три, пока злоумышленник возится в этом самом Honeypot на реагирование, а заодно дать нам большое знание о том, как он работает, какие инструментарии используют, что он делает, и помочь в этом месте локализовать его атаку. Еще вопрос по поводу фишинга. Что делать, если это направленный фишинг, то есть очень качественный? И я, наверное, добавлю еще от себя небольшой вопрос. Ты сказал, что фишинг стал одним из таких основных факторов, точнее, основных векторов атаки атаки на компанию. Видели ли вы какую-то специфику, что ли, связанную с ковидом именно в части фишинга, вот по вашей статистике мониторинга? Вот такой двойной вопрос, и от меня, и от... Ковидных фишингов писем было очень много. Наверное, смотреть на фишинг, профессиональный процентов 40 атак, которые были в течение этого года, были связаны с ковидом. Атаки самые разные, люди всего боятся. Статистики, информация по тому, как выпускаются новые вакцины, информация о новых требованиях Роспотребнадзора, даже письма, как обойти социальный мониторинг, актуальный, в общем, для наших локального региона, московского, в общем, разное встречалось. Как бороться с профессиональным фишингом? Ну, наверное, в этом месте тезиса два. Первое, все-таки, работа с пользователями, их обучать. А второе, не стоит в этом месте отрицать и технические средства защиты. Само по себе фишинговое письмо не страшно, оно несет в себе вредоносный код. И если наш мониторинг построен таким образом, что мы покрываем всю цепочку своих инфраструктуры, допустим, развернули EDDR-агенты, у нас есть правило по выявлению техник работы в ВПО, то мы увидим это не на уровне фишингового письма, а на попытке закрепления злоумышленников в инфраструктуре. И это тоже способ защиты, хотя, конечно, гораздо более дорогостоящий. Хорошо. Мы вынуждены завершить. Владимир, спасибо большое. У нас тайминг, мы двигаемся дальше. У нас следующий спикер. Наш следующий спикер Данила Луцев, руководитель отдела развития компании Security Vision. Данила, прошу. Друзья, добрый день. Я буду сегодня говорить довольно о банальных вещах, но зачастую они не теряют свою актуальность из года в года. В сфере информационной безопасности уже несколько десятков лет, наверное, и все это время мы агрегируем у себя огромное количество различных инструментов по, собственно, работе с этой информационной безопасностью, и эти инструменты призваны увеличивать эту информационную безопасность. Но бездумно бездумно внедренные они, к сожалению, лишь увеличивают энтропию и, по факту, говоря простыми словами, лишь увеличивают хаос наших систем. Именно поэтому при разработке нашей платформы мы фокусировались на том, чтобы контроль за процессами информационной безопасности был максимально методическим, структурированным и доступным для анализа в режиме единого окна. В нашей платформе мы специально не закладывали четких границ между одним модулем и другим. Итак, данные, интегрированные в модуль рисков, например, с легкостью обогащают информацию в инциденте, который попадает на анализ сок-аналитику. Первая версия Security Vision появилась еще в 2007 году. И за это время мы научились выстраивать взаимодействие с десятками различных систем, даже сотнями. Подчас это системы, с которыми до нас не было публичной API или SDK-интеграции. Что же получилось в итоге? В итоге получился функционал, позволяющий крупнейшему соку в Восточной Европе работать с десятками, сотнями тысяч систем, разбирать риски уже на ранних, разбирать инциденты информационной безопасности уже на ранних этапах и увеличивать совокупную защищенность компании из года в года. Простота добавления новых источников и возможность по факту на лету изменять любое из элементов системы от коннекторов данных до рабочих процессов или графических представлений все это дает возможность нашей системе оптимизировать и автоматизировать практически любой из процессов информационной безопасности. За все эти годы мы накопили огромный объем данных о процессах и инфраструктурах наших заказчиков. И все это дает нам возможность понять, что стратегически концепция СОК должна трансформироваться из реактивной, когда мы лишь реагируем на события безопасности, в проактивную, когда мы полномерно и методически увеличиваем защищенность наших систем. Процесс управления информационной безопасностью во многом схож с театром военных действий. У нас в арсенале есть отчеты о хакерских атаках и данные из TI о стратегиях, тактиках и утилитах, которые используют злоумышленники. Владея этой информацией, мы формируем нашу эшелонированную систему защиты. Мы расставляем СМ-агенты везде на наших подступах, подобно радару на наших границах. Но проблема самая большая в том, что подобно самолету-невидимке, который, собственно, и сконструирован для того, чтобы не быть замечен радарами, текущее современное вредоносное программное обеспечение, оно создано как раз для того, чтобы не быть детектированным. Сейчас на стороне сети центра, то есть центра управления вредоносным ПО уже не только панель управления, но в первую очередь CICD-сервис, для которого каждое новое заражение это новый релиз продукта. Имея это в виду, сейчас крайне важно при построении и трансформации центров по кибербезопасности отходить от концепции, ориентированной только лишь на сбор и корреляцию логов. Логи, безусловно, важны, они должны рисовать полностью картину того, что происходит в системе, иметь соответствующее количество и быть соответствующего качества, но главное, нам необходимо понимать, в каком состоянии у нас находятся системы, установлены ли на них обновления, DLP-агенты, в каком состоянии сигнатуры антивируса и так далее. Еще немаловажен и сам процессинг этих логов, то есть, если он по какой-то причине отвалился, мы просто остаемся практически в беззащитном состоянии. Проблемы усложняют и то, насколько мало подразделения информационной безопасности знают в принципе о ландшафте, бизнес-процессе, инфраструктуре и так далее. Что мы предлагаем в нашей платформе для попытки рассеять вот этот вот туман-киберугроз, который закрывает и создает злоумышленнику возможность проникновения в наш периметр. Итак, давайте пройдемся по некоторым аспектам нашего продукта и по тем проблемам, которые он закрывает. Итак, активы. Специалисты из года в год называют проблему с актуальностью данных об активах основной проблемой работы с инцидентами. Неизвестный тип, неизвестный владелец, непонятная сетевая этапология, неизвестные конфигурации, и все это по сути формирует картины, что сок-аналитик не понимает того, чего он защищает. К тому же ландшафт систем постоянно меняется и появляются новые системы, старые выводятся эксплуатации, но для подразделения ИБ все это остается в весьма неактуальном состоянии. Мы часто видим картину о том, что инвентаризация в отделе ИБ это всего лишь достаточно неактуальный Excel-файл. Разрабатывая наш модуль работы с активами, мы стремились создать максимально гибкую, подстраивающуюся под любую инфраструктуру компании методологию. Комбинируя активный и пассивный анализ информации, мы создали многоэтапный процесс, который позволяет собрать воедино данные из всех возможных источников и сформировать максимально полный список активов, их взаимодействие, сетевую топологию и так далее. Мы принимали в расчет, что мы не сможем получить доступ ко всем интересующим нас активам. Поэтому модуль распознавания этих самых активов использует всю возможную информацию и практически исключает наличие в системе нераспознанных сущностей. Мы также включили в процесс работы с активами самих бизнес-владельцев. То есть теперь для построения, для накопления первоначальной информации о критичности систем, о том, насколько важна она для нас и сколько стоит, например, час ее даунтайма, мы включаем пользователя в сам процесс обогащения. Платформа критичности могут автоматически подгружать данные из внешних источников и устанавливать их на основании заданных правил. Таким образом, все это не сводится лишь к оценке рисков систем и рабочих станций. Каждый элемент в нашей инфраструктуре становится подконтрольным. Это и ПО, и учетные записи, и групповые политики, и сертификаты. Все становится объектом учета. Едем дальше. Уязвимости. Проблема, казалось бы, ну, самая, что ни на есть, насущная, и уже за столько лет можно было бы выработать рабочий функционал работы с порождаемыми угрозами. Но тут целая куча проблем, и даже речь не идет о зеродей уязвимостях, которые по статистике только 0,4% используются в реальных проникновениях в систему. По сути, нас ломают используя имеющиеся у нас уязвимостей, которые можно было своевременно запатчить. Речь идет о том, что на текущий момент времени в базе уже сотни тысяч уязвимостей. И для того, чтобы их распознать, это надо иметь в виду, нужно, чтобы скрипт, детектирующий уязвимость, получил соответствующий доступ, грамотно отработал, и главное, изначально, был кем-то написан. Но лишь половина из имеющихся сейчас выглавленных за последний год уязвимостей детектируются сканерами. И даже с теми уязвимостями, которые уже есть сейчас и задетектированы, все равно большая проблема. Мы не можем просто взять и свалить это все на наше IT-подразделение. Я больше скажу, у нас никогда не будет достаточного количества специалистов для того, чтобы закрыть все абсолютные уязвимости, даже беря в расчет только critical и high. Поэтому в нашем модуле мы закладывали такие вещи, как агрегация карточки уязвимостей в единую методологию, то есть собирая информацию со всех сканеров и из открытых источников на основании имеющихся у нас в инвентаризации данных об обновлениях, версиях ПО, прошивок и так далее. Мы обогащаем это все внешним контекстом, то есть то, насколько сейчас данная уязвимость эксплуатируется, используется она в вредоносном ПО или хатерскими группировками и так далее. И уже имея внешний контекст, далее мы используем и внутренний контекст, то, насколько эта уязвимость доступна с точки зрения сетевой топологии, насколько она приложена к каким-то критичным нашим активам. И все это в результате дает возможность сформировать политику по управлению уязвимостями и назначать уже в IT-самой системе задачи на патчинг только в рамках вышедших за SLA или OLA установленных для данной группы активов политик. Итак, регулярные контроли. Следующий наш этап. И я в данном случае не говорю о лишь комплаенсе. Я говорю лишь о контролях, которые здесь и сейчас могут противодействовать проникновению в наш периметр. В первую очередь давайте поговорим об контроле учетных записей. Айтишники, и это надо всегда иметь в виду, будут делать так, как им удобно. Они будут использовать свои собственные или продуктивные учетные записи для тестовых контуров. Они будут использовать излишние привилегии как на рабочих станциях, так и на сервисных аккаунтах, добавляя в группу администраторов домена. Что уже говорить о там лампс, который будет развернут, но рядом будет стоять локальная учетная запись административная с тем же самым паролем, просто потому, что так работает бэкап. Что уж говорить о там, например, слезжении за трехуровневой моделью Active Directory, которую при перемешении слоев очень сложно отследить. Поэтому мы фокусируемся при нашем контроле на взаимодействии с учетными записями, их профилировании, выявлении тех аномалий, которые можно задетектировать, регулярные контроли, которые можно сформировать благодаря анализу происходящего. Мы стартуем автоматические респонсы на основе того, что, например, владелец данной учетной сервисной записи уволился или она была скомпрометирована. Следующий момент это контроль программного обеспечения. Сейчас невозможно с точностью понять сканер уязвимости, OPS-экзэк, Bloodhound, все это использовал IT-администратор в каких-то там своих целях или это активность вредоносного ПО уже после успешного заражения. Поэтому мы предлагаем в наших контролях как регулярное категорирование критичных процессов программного обеспечения, так и интегрированный в этот процесс митигацию рисков использования там, где это возможно, более безопасных концепций, таких как Just-in-of Privileges и Just-in-time Privileges. Отдельно стоит поговорить про контроль за инфраструктурой сертификатов. И речь в данном случае не только об внешних сертификатах. Каждый раз нажимая подтвердить при входе во внутреннюю консоль, администратор может скомпрометировать свою учетную запись. Речь в целом стоит говорить о всей инфраструктуре PKI. Мы можем скомпрометировать полностью весь лес Active Directory, если у нас неверно настроен Certification of Oriented Template. И злоумышленник может выпустить любой сертификат, включая администратора домена. Поэтому в качестве элемента контроля мы также в нашей платформе используем и контроль сертификатов. В данном случае как интеграцию с Certification of Oriented, так и детектирование непосредственно всех обнаруженных сертификатов. Речь немаловажна также сказать о контроле за тем, насколько жизнеспособны наши правила корреляции. Необходимо иметь готовые плейбуки, работающие от первоначального создания правил на конечных устройствах до детектирования активного респонса, до детектирования непосредственно всей процедуры реагирования на всем жизненном цикле события. Это крайне важно и только тогда наша система детектирует возможные какие-то отклонения. И последнее. Собственно, к чему все это приводит? Если все эти контроли выстроены грамотно, то инцидент уже обогащается не только внешним контекстом из каких-то TI-источников, но и, главное, внутренним контекстом, контекстом активов, учетных записей, уязвимостей, рисков, статусов контролей. Процесс работы с инцидентами в вашей платформе выстроен максимально дружелюбно, для того, чтобы и различные смены, и различные уровни сока могли понять, что именно происходило, какие данные были вставлены в систему, что было добавлено автоматически, что было добавлено вручную. Ссылки на базу знаний и прочие инструменты дают возможность полностью проанализировать данное событие. Плюс интеллектуальная модель обогащает информацию о скожих инцидентах, инцидентах, которые могли на вероятностной модели привести к данному событию или быть его последствием. Все это увеличивает совокупный риск данного потока и позволяет в итоге аналитику выявить то самое важное, что имеет значительную ценность и не соответствует фейлспозитив. Не успеваю, к сожалению, сказать о нашей платформе R&D, но буквально в паре слов, что нам удалось выстроить такие модели работы с большими данными, которые на потоках событий с фейерволов и DNS-серверов могут вам значительно сэкономить EPS и выявлять лишь только аномалии, на которые можно реагировать. Еще куча модулей, куча различных процессов, которые может закрыть наша платформа, поэтому ждем вас на наших стендах, и я думаю, что каждый представитель информационной безопасности независимо от своей зрелости сможет найти применение нашим продуктам. Данила, спасибо большое. Давайте посмотрим, есть ли у нас какие-то вопросы в чате. Есть ли у вас какие-то продукты, связанные с точнее с образовательного процесса, есть ли какие-то продукты, которые вы предоставляете в качестве демо-версии или стендов для образовательных учреждений? Мы сами являемся неким зонтичным решением, поэтому мы готовы интегрироваться с имеющимися сейчас продуктами по Аварносу, и вы можете использовать данные инструменты и контролировать их с помощью нашей платформы. Я так понимаю, здесь вопрос скорее про то, образовательные учреждения, даете ли вы какие-то версии взаимодействия каким-то образом с ВУЗами, возможно, что представитель одного из них. Непосредственно сейчас я и мой коллега ведем курс Бауманки по автоматизации процессов, по реагированию и в целом по совокупности технических средств информационной безопасности. Так что ждем вас на этом потоке. Я думаю, что мы значительно улучшим текущий уровень зрелости наших ИБшных направлений в ВУЗах. Еще один вопрос от Олега Спиридонова. На ваш взгляд, есть ли смысл взращивать своих специалистов-аналитиков или же в 2021 году все уйдет в аутсорсинг, услуги? Как следует собственно из моего доклада я мало верю в концепцию полного ухода в аутсорсинг. Безусловно, какой-то TH уйдет и то непонятно, потому что со слэями все совершенно неверно. Скорее всего будет бизнесу придется выращивать своих внутренних аналитиков хотя бы на каком-то достаточно базовом уровне для того, чтобы иметь представление о происходящем здесь сейчас в его системах. Здесь есть вопрос, который возможно предполагает достаточно длинный ответ по поводу основного конкурентного преимущества, но если вы можете коротко ответить, то скажите. Это вопрос от Владимира Редванова. Я считаю, что наш хлеб это интеграция, это возможность практически на лету добавлять новые источники и для этого не нужно быть суперспециалистом, не нужно куда-то глубоко лезть в конфигурационные файлы, все доступно из интерфейса и даже банально наши сейлы добавляют новый источник данных и уже просто при демо-показе интегрируют это в рабочий процесс, то есть не просто получают какие-то сырые отбивки. Это все делается моментально. Вот это наше главное конкурентное преимущество. Хорошо, спасибо. На этом у нас вопросы завершены и мы переходим к следующему спикеру. Спасибо, Данил. Коллеги, я еще раз призываю вас быть максимально активными. В эпоху онлайна нам очень сильно не хватает интерактива, если в обычной ситуации мы можем пообщаться на стенде, в кулуарах перекинуться какими-то вопросами, то сейчас это невозможно. Единственный способ для нас это интерактив. Интерактив, задавайте вопросы по ходу выступлений. у многих компаний есть виртуальные стенды, на которые вы можете подойти и задать свои вопросы, опять же, напрямую, если вас интересует конкретный спикер, конкретная компания. В общем, будьте активны и это, как я уже говорил ранее, дополнительно может принести вам еще и ценные призы от спонсоров сегодняшнего мероприятия. Давайте двигаться дальше. Следующий спикер Денис Кораблев, директор по разработке продуктов по обнаружению вредоносных объектов, если я правильно сказал, компания Positive Technologies. Прошу. Денис Кораблев, добрый день, меня зовут Денис Кораблев, я работаю в компании Positive Technologies и та должность, которую с таким трудом произносил ведущий, она моя историческая, просто потому, что я пришел в компанию заниматься продуктами по выявлению приносных объектов, а в частности от сэндбокса и мультисканера. Сейчас я отвечаю за большее число продуктов, в том числе за нашу Threat Intelligence платформу Kipsy и за направление Application Security, которое из трех продуктов состоит, а это Application Firewall, Application Inspector и наш облачный веб-сканер Blackbox Scanner. Тем не менее, четыре года я в компании работаю, четыре года думаю над тематикой выявления вредоносного программного обеспечения и, собственно, сегодня про нее хотел бы поговорить. Если честно, я готовился к 20-минутному выступлению и у меня презентация сделана на 20 минут. Я, конечно, могу постараться сейчас за 15 минут как автомат калашников ее выпалить, но я задумался, пока я здесь сидел и готовился, что, наверное, это не совсем цель моего выступления. У нас вообще в компании Positive Technologies не принято делать продукты для какой-то ниши и делать их такими, какие принято делать. И главное, что бы я хотел, чтобы вы запомнили и услышали из моей презентации, это одна простая мысль. По сути, сэндбоксы как продукты сделаны таким образом, что в какой-то искусственной виртуальной среде файлик проверяется до того, как попал на рабочую станцию. Так вот, задумайтесь, сэндбоксы сейчас сделаны так, что та виртуальная среда, в которой он проверяется, и то, что установлено реально на рабочей станции, это не соответствует. Вот просто это не одна и та же среда, и она даже не похожа. Если вы все поняли, можете в принципе дальше не смотреть, приходить 14.30 на наш стенд, который будет здесь на Сокфоруме, там вы все посмотрите и увидите. Ну, а если нужны пояснения, тогда презентация. Исторически песочницы в технологиях Сок использовались в двух хапостасях. Первая тема, это когда есть конкретный сэмпл, есть умный человек, который сидит за инструментом, он по этому файлику хочет разобраться. А какие у него признаки есть поведения, какие детали и нюансы для того, чтобы предотвратить появление в будущем, понять, насколько он вредоносен, и как сверхзадача этого всего, ну, уже там в сторону треххантинга, это понять, а что же за ребята его написали и зачем они его прислали. Вторая тема, в которую сэмпл в последнее время очень активно используется, это такая защита на периметре, когда мы этим средством пытаемся отразить атаку на подходе, но тем самым дать пищу для мозгов тем же самым операторам Сокфорума, и мы возвращаемся к первой истории. То есть это файлик, который прилетел, оператором расследуем то, о чем я сейчас говорю, скорее относится к массовой теме выявления на потоке, и вот как раз в этом случае та вещь, про которую я сказал, очень важна, соответствие средств того, что стоит в виртуальной машине в песочнице и того, что на реальной рабочей станции. Сейчас я постараюсь объяснить, почему это очень важно. Статистика от наших аналитиков. Главная цифра здесь внизу и справа. 65% от общего числа атак всех это атаки с использованием вредоносного программного обеспечения. Это больше половины, поэтому это очень важный вектор. Если мы говорим про то, как песочницы работают вообще, то они запускают этот файл в изолированной среде, анализируют его поведение в зависимости от того, как они это умеют делать. И главное, выносит вердикт. Когда потоковая история, он должен работать как светофор. Хорошее, плохое. И, соответственно, если мы не поняли, что это плохо, то никто никогда и не будет разбираться с тем, а что же это такое было. Придется отражать атаку уже гораздо глубже в инфраструктуре, а то, может быть, ее вообще не узнать и не заметить. И потом появляется статистика о том, что среднее время продолжительной атаки много лет и все такое. Потому что мы ее не поймали там, где могли. И самый интересный вопрос, а как же именно выносится вердикт и какие именно параметры влияют на его качество? С одной стороны, конечно же, качество самих методов анализа. Как снимается трасса? Ну, то есть, условно, запустили файли в операционной системе, он пошел там, не знаю, создавать какие-то файлы, открывать, писать в реестр и так далее. Много подходов, есть агентский, безагентский, но мы используем безагентский анализ, гипервизор и ловим эти вызовы системные и не только системные, но и венопишные, там, прочие разные, уже на уровне гипервизора, поэтому нашего агента никакого нет в системе, но это не суть важная. Я не на этом хотел сакцентировать внимание, 99,9 периоди вендоров песочниц на этом фокусируются и это как бы не то, ради чего эта презентация. Второй параметр время анализа. С одной стороны, некоторые сэмплы пытаются какое-то время поработать, эмулируя как будто бы нагрузку, чтобы песочница их не затектировала, а потом делают вредоносные. С другой стороны, они привязываются, может быть, к каким-то системным событиям в операционной системе и тем самым тоже откладывают время своего запуска. Так или иначе, если мы время увеличим анализы, вероятность того, что вредоносная активность случится, наверное, повысится. Но с другой стороны, мы тут попадаем на суровую правду жизни, потому что если мы увеличим время анализа на том же самом железе, мы можем проверить меньше файликов в единицу времени и каждый вендор решает этот вопрос на свой страх и риск. Существуют всякие евристики, в зависимости от типа файлов, в зависимости от событий в операционной системе и так далее. И это тоже не тема этой презентации. Но вот третий параметр, который здесь написан, а что еще? Это, собственно, та самая среда, в которой запускается файл. Глобально есть три вектора, почему файл может не осуществить свою вредоносную деятельность в этой виртуальной среде. И первый, достаточно хорошо изученный, это когда он умышленно пытается понять, а в виртуальной ли он среде. Эти техники называются антиавейжен, это достаточно хорошо изучено, мы тоже тратим много времени на то, чтобы обходить подобные проверки. И сегодня я об этом не буду говорить особенно подробно. А вот вторая и третья темы, они на самом деле самые интересные и самые практичные. С одной стороны, файлик может лететь в инфраструктуру, пытаясь эксплуатировать какую-то уязвимость в софте, который стоит на рабочей станции. И если версия или сам софт, если версия другая или самого софта вообще нет, то в песочнице ничего не увидит. А на рабочей станции все сработает. Это главный гэп в этой всей истории. Ну и третий момент. В принципе, никто не мешает разработчикам вредоносного программного обеспечения заложить логику в свой софт, проверять либо пользователя, либо какую-то евристику, не знаю, автора документов в папке «Мои документы», если таргетят конкретного человека. Скажу сразу, в реальной жизни. Я лично такой малваре не видел, но кажется, что вполне возможно, это приобретет свое развитие, как только первые два вопроса в этом списке будут решены достаточно качественно. А сейчас злоумышленники идут, естественно, по пути, как им проще и дешевле. А поскольку есть возможность обходиться и без этого, ну, зачем усложнять себе жизнь? Далее, три примера для как раз посоответствовать тех историй, как я рассказывал. Первый пример это группировка IPT15. Собственно, все примеры, которые я рассказываю, это примеры, над которыми работал наш пяти эксперт-секьюрити-центр. Ребята наблюдают за всеми группировками, которые так или иначе были замечены на территории России. Ну, и примеров к этому кейсу достаточно много можно придумать, самый базовый, самый простой. Там действительно проверялось движение мыши, запрашивался объем физической памяти и так далее. Пример номер два это когда важно, какой софт установлен и есть ли правильная версия. Это хигаиса, группировка, которая использовала уязвимость в офисе и не будет нужной версии, не будет эксплуатации, песочница ничего не увидит. И третий пример это группировка RTM. Она проверяла наличие 1С клиента на рабочей станции и конкретно даже файлика в ней. Соответственно, нету файлика, нету 1С, нет детекта на песочнице. Наш продукт, который мы зарелизили в марте этого года, PT Sandbox, он адресует все эти вопросы. Как я и говорил, да, мы делаем антиавейшн техники, мы нашли способ, как предоставить ответ вот этой новой угрозе, которую мы чувствуем. И мы видим этот ответ в гибкой кастомизации виртуальных средств. То есть, что мы предлагаем на самом деле? Мы умеем по результатам сканирования софта в организации создать образ виртуальных машин, максимально похожий на то, что есть у людей в этой организации, у сотрудников. С одной стороны, с другой стороны, по адресату файла, кому летит он, запустить нужную виртуальную среду. То есть, если это почта, то это e-mail, если это сеть, то это IP-адрес и так далее. Чтобы не сложилось впечатление, ощущение, что мы занимаемся только этим, еще раз повторю, что есть в нашей песочнице, как технологии анализа. С одной стороны, да, у нас есть гибкая кастомизация, мы можем нужную виртуальную машину с нужным окружением поднять для адресата непосредственного файла и максимально близко проверять в ней. С другой стороны, у нас есть техники обхода и заведомо заложенная логика выявления искусственности среды, она у нас будет адекватно отработана, мы притворимся настоящей. С третьей стороны, мы очень активно используем эстетический анализ, мы все еще верим в то, что эта технология достаточно мощная и полезная. Она себя дискредитирует в последнее время тем, что есть разного рода упаковывающики, распаковывающики, файлы сами шифруют свой контент, но потом в процессе они его расшифровывают. И мы с этим боремся так, что мы на разных этапах делаем дампы и прогоняем через тот же самый статический анализ. То есть условно файл запустился, прошел какое-то время, мы сдампили процесс, проверили антивирусами и правилами. У нас есть пяти эксперт-секьюрити-центр, как я сказал, и на все активности, которые они видят в пяти группировках, они пишут свои правила. И эти правила также проверяются наравне с другим статическим анализом. Ну и помимо всего этого, вы, наверное, знаете, у нас есть продукт пяти Network Attack Discovery, который позволяет ловить атаки в сетевом трафике. Так вот технология, лежащая в основе того продукта, она лежит в основе и пяти сэндбокса, и весь трафик, который выходит из наших виртуальных машин и идет в интернет. Мы сначала снимаем с него SSL, а потом проверяем теми же самыми сигнатурами. Это также актуально, также часто обновляется. И вся мощь пяти Network Attack Discovery, плюс еще с распакованным трафиком, она есть также в нашем продукте. Но если вот задуматься про всю тинематику еще глубже, все равно даже в том подходе, который мы сейчас предлагаем, он не идеален. К сожалению, мы вынуждены признавать, что его можно и нужно улучшать. Вы, наверное, слышали о том, что совсем недавно компания Positive Technology зарелизила свой новый Vulnerability Management, но и в целом мы на этом рынке давно и довольно-таки серьезно. И лично я вижу огромную синергию в этих двух технологиях. С одной стороны Vulnerability Management, с другой стороны технологии сэндбоксинга. Vulnerability Management для того, чтобы хорошо заниматься патчингом, нужно знать все версии софтов, установленных на всех рабочих станциях. И этот процесс плохо-бедно во многих компаниях выстроен. С другой стороны, это ровно та информация, которая нужна сэндбоксу, чтобы создать те самые виртуальные окружения, в которых нужно правильнее запускать файлы, кому они летят. И это ликвидирует тем самым тот гэп, который может образовываться между моментом, когда создавались виртуальные машины, и что оказалось в реальной жизни. Потому что за это время могло многое произойти, софт обновляется, постоянно ставится и так далее. Поэтому вот в этом смысле я призываю вас следить за нашими пресс-релизами. Мы обязательно будем в эту сторону двигаться. Еще хотел бы про одну вещь сказать, которая не менее важна. Часто возникают вопросы, когда я эту тему рассказываю кому-либо просто там за кружкой пива условно. И меня начинают спрашивать, ну смотри, софта же бесконечно много. Бесконечное количество рабочих станций, взять какую-нибудь крупную организацию российскую, 600 тысяч рабочих станций, 600 тысяч виртуальных машин. На самом деле все не так плохо. Потому что, с одной стороны, виртуальные машины более-менее типизированы. То есть есть там рабочее место бухгалтера. Ну может он там себе скачал какой-нибудь мессенджер или там тиндер, я не знаю. Ну бухгалтер все-таки. А если говорим про какой-нибудь HR, то там какой-то HR софт. Если разработчики, в основном IDE и какой-нибудь гид-клиент. В целом они типизируемы. И наш опыт говорит о том, что даже в крупной организации типовых образов будет порядка там нескольких десятков, но не больше. Это одна история. Вторая история. Если мы говорим про то, что нам обязательно нужно поставить весь возможный софт, который стоит на рабочей станции, то это тоже далеко не так. У нас всегда есть метрика, относительно которой мы улучшаем эту технологию. Одна метрика – это дефолтная рабочая станция в песочнице, которая была. Другая, которую мы создали на основе наших данных, которые мы собрали с vulnerability management или просто там знаем, что вот такая рабочая станция. И даже если одна верифицированная атака таким образом поймана, это уже огромный буст и прирост в технологии анализа. Так вот, поскольку мы только с марта начали, у нас нет статистики, что мы стали там на столько-то процентов в целом детектить лучше, но у нас есть статистика, что в каждый раз, когда мы приходим и запуская две параллельных виртуальных машины, одна дефолтовая, а другая кастомизирована, у нас как минимум одна атака в инфраструктуре появляется, ту, которую мы бы не поймали. И на мой взгляд, это прям то, что оправдывает все средства, которые сюда вкладываются. Ну и с точки зрения техники реализация этого процесса, она ассо тяжелая, потому что каждый новый софт, каждая новая версия, нужно научиться его ставить в виртуальную машину, научиться обелять, научиться, ну то есть, сам по себе софт любой, он шумит, да, там, ходит за обновлениями, что-то пишет в реестр. Эти все вещи приходится руками прорабатывать. Да, это большая, да, это сложная работа, но мы подумали-подумали, поняли, что нам это нужно, нам это важно, и мы в эту сторону идем. Поэтому еще раз следите за обновлениями, пресс-релизами. Сегодня в 14.30 будет стенд с аэндбоксом, приходите, посмотрите. Ну у меня на сегодня все. Спасибо. Денис, спасибо большое. У нас есть несколько вопросов из зала. Ну, первый вопрос от Юрия Плетнева относительно, такой же вопрос, который был предыдущему спикеру, по поводу общения с вузами и предоставления лицензии для образовательных учреждений. Как у вас, собственно, дела с этим? Да, хороший вопрос. Спасибо. Дело в том, что мы только вчера обсуждали эту тематику. Мы очень хотим, чтобы вузы использовали наш продукт в образовательных целях. С другой стороны, мы очень хотим, чтобы студенты могли погружаться в эту область и выбирать наиболее интересные для них направления. Мы в целом очень активно работаем с вузами. У нас неплохая машинка начинает строиться. Мы в целом берем людей на то, чтобы они погружались в предметную область, погружались через какие-то такие задачки больше инфобезопасные. А дальше куда интереснее. Кому-то в тестирование, кому-то в разработку, кому-то именно стать нашими клиентами. И, грубо говоря, один из десяти студентов остается работать у нас в компании, но девять других могут стать нашими клиентами, например, в будущем или те, кто это эксплуатирует. Поэтому для нас это очень важная тема. Мы это делаем. Ну да, я несколько лет назад слышал о том, что вы запустили целую образовательную программу и там десятки вузов в нее входят. Поэтому если вдруг вуз нашего участника не входит, то, может быть, стоит поговорить с руководством. Олег спередом спрашивает, планируется ли предоставление песочницы не как продукт, а как услуги вместе с отчетом эксперта? У нас есть такая услуга уже сейчас. Можно обратиться к нашим ссылам. Они все расскажут подробно. У нас есть такая услуга. Хорошо. Вопрос от Александра Герасимова. Я зачитаю его дословно. Разве не все методы вредоносов по обнаружению нужных условий решаются грамотным реверс-инжинирингом с деофускацией и можно ли этот подход автоматизировать? Сложный вопрос. На слух воспринимается. В общем, если речь идет про то, что человек может взять, зареверсить и деофуцировать, окей, так можно делать. Но просто это ручная работа. А мы говорим про поток, когда в компанию летят сотни тысяч файлов и никто не будет каждый файл проверять. И, собственно, в этом и идея. То есть, когда у нас есть конкретный сэмпл, с ним нужно разобраться, это ручная работа, а песочность как инструмент, который помогает в ней. То есть, он помогает автоматизировать те простые элементы, но, тем не менее, все равно вся интеллектуальная нагрузка лежит на человеке. Но вторая тема, когда у нас на поступках компании файлы, скачивающиеся из веба, почта вся, которая летит, ее нужно очень быстро проверять и говорить хорошо-плохо, хорошо-плохо, подозрительно, и уже отправлять таким умным людям. Вот я, скорее, по вторую тему рассказывал. Я, если можно, тебе вопрос, как развитие этого задам, наверное, как ты предполагаешь, вообще песочница это продукт, который какого уровня экспертизы там или зрелости, как сейчас иногда говорят, требует от команды, которая эксплуатирует такой продукт? Да, я понял, хороший вопрос, именно потому, что он сегментируется. То есть, в целом, для компании, в которой уровень зрелости очень низкий, можно поставить песочницу потоковую и смотреть на нее, как на светофор. Если она поймала файлик плохой, то можно вокруг этого построить процесс. Ну, то есть, условно, файлик заблокировался, пользователю, к которому он летел, пришло письмо, он посмотрел, что там такое по описанию. Если ему, например, важно, чтобы этот файлик долетел, он нажал на кнопочку. Как правило, 10 случаев, что он не нажмет. Один случай, что нажмет. В этом случае нужно разобраться. Попросили, например, наш эск или кого-то другого, чтобы с этим файликом разобрались, и все, компания с низким уровнем зрелости таким продуктом может пользоваться. Но, с другой стороны, если там действительно очень хорошо выстроенный процесс и действительно хороший уровень зрелости, то можно его использовать как экспертный инструмент для того, чтобы расследовать сложные файлы, с диафоскацией и так далее. Поэтому продукт, он очень широкий, широкий спектр имеет применение. Понятно. Следующий вопрос у нас по поводу настройки песочницы. Есть ли какие-то советы по качественной настройке? Но так как времени у нас немного, наверное, мы их сейчас перечислять не будем. Скорее вопрос, есть ли, может быть, у вас какой-то документ на этот счет, материал на сайте, не знаю, или как к вам нужно обратиться напрямую, чтобы такие советы получить? Вообще есть ли это? Ну, все, что вы озвучили, все это и есть. То есть можно и обратиться, можно и почитать, но в целом мы за то, чтобы все, что можно автоматизировать, автоматизировать. И, собственно, то, про что я рассказывал, это как раз вот, то, куда мы движемся. То есть в идеале ее не надо будет настраивать. Мы стремимся к тому, что можно было бы достать коробку, воткнуть, и она работает. Ну, окей, хорошо. Пожалуй, да, мне показывают организаторы, что у нас, собственно говоря, подходит тайминг. Спасибо большое, Денис. Спасибо. Коллеги, у нас завершается первая часть секции, посвященной технологиям сок, важной составляющей в такой классической тряде сока люди, технологии, процессы. Сейчас небольшой перерыв, 20 минут, после чего эта секция продолжится. поговорим о других технологиях с другими спикерами. Кроме того, вы можете переключиться сейчас, пока идет, пока это пауза на поток номер один. Там будет квиз, в котором вы можете поучаствовать и, опять же, выиграть какие-то ценные призы. Я благодарю вас за внимание и до встречи через 20 минут. Субтитры создавал DimaTorzok